Меня зовут Ольга. Меня Андрей. Мы семья Левчук. Мы знакомы уже 18 лет. В браке мы 4 месяца. Познакомились мы в одной общественной организации. Там Ольга была администратором. Меня туда привела ее подруга. Мы жили в общежитии. С подругой напротив. Комнаты были. Я иногда к ним в гости заходил. Она рассказывала, что есть такая организация. Можно прийти, интересное время провести. Поиграть на гитаре. Попить чаю. Спеченюшку. Да, спеченюшку. Я уговорил ее подругу поехать к ним в гости. Мы поехали. Мы очень интересно провели время. Посидели, пообщались, поиграли на гитаре. Попили чаю, как я и планировал. Там я встретила Ольгу. Это был май. Как раз были майские дожди. Они пришли. Андрюха пришел с моей подружкой, с Ольгой. Пришел, сел в уголок на стульчик, как мокрый цыпленок. Он был после дождя, с него прям капала вода. Молодой мальчишка. У него такой был то ли бордовый, то ли какой чуб крашеный. В тот момент не было усов, бороды. Такой в кедах, с гитарой. Такой ищущий какой-то добрый мальчонка, у которого глаза были просто как у... Тогда как у молодого волшебника. Сейчас уже как у волшебника постарше. Я помню только одни ощущения. Это мне понравилась девушка, у которой большие открытые глаза и белые красивые волосы. Ну и потом у нас начался очень длинный и долгий роман, длиной 18 лет, который начинался, прекращался. На лето разъехались, чувства как-то угасли. Ну и мы разошлись тогда. Потом спустя что-то года... Будет натора, наверное, два. А, да, года два спустя. Мы попробовали еще раз как бы отношения. Но я понял, что я все равно не готов к серьезному семейному отношению. Да, и мы разошлись окончательно и надолго. Ольга уехала в Москву, я здесь в Красноярске остался. Там она долго прожила. Я тут успел жениться тоже, пожить семейной жизнью. И потом я развелся. Ольга тоже уехала, она тоже где-то и там прожила. Где-то там и... В Ростове. Да, и в Ростове, и в Подмосковье. И это, и решила вернуться сюда. Какой-то смс-ка только. Давай встретимся, пообщаемся. Ну, не смотря ни на что, мы всегда оставались друзьями. Мы могли общаться там в соцсетях, какие-то просто писали монологи о себе. Иногда там раз в полгода поздравляют друг друга с днем рождения. Когда мы четвертый раз встретились, решили как бы более серьезно. Ну, я понял, что я коток в серьезном отношении. Наконец-то. Да. Я понял, что ты очень хорошо понимаешь, чувствуешь ее. Это просто было дома, как ты лежа на диване, там выходной день. Давай уж мы с тобой распишемся уже что-нибудь. Я, честно говоря, сдала этого раньше. А я все думал, как бы романтичнее это сделать. Да, он хотел стать романтиком, потому что поскольку он не хотел ломать стереотип, потому что он романтик. Это должно быть так, что ты сидишь на работе, собираешься выходить с работы, и тебе охота идти домой. Тебе охота прийти домой, потому что там тебя ждут, там тебя любят. Это хорошая семья наша.